Шалом и добро пожаловать на Вихатва Израиль. Эта еврейская фраза означает «возлюбите Израиль». Надеемся, вы проведете с нами следующие полчаса, когда наш учитель доктор Барух поделится разъяснительным учением на основании Библии. Доктор Барух — старший лектор института Зера Авахам в Израиле. Хотя обучение в институте проводится на иврите, доктор Барух с радостью выступит для нас на английском языке. Чтобы больше узнать о нашей работе в Израиле, заходите на наш веб-сайт. А теперь встречайте доктора Баруха с сегодняшним уроком. Библия много рассказывает нам о судном дне. Итак, в судный день каждый человек, каждое существо предстанет перед лицом Бога для того, чтобы Бог свершил свой суд над всем. Итак, возможно, два исхода событий. Первое, что может случиться, — это осуждение и вечные муки. Второе — это вступление в Царство Божие. А теперь позвольте мне задать вам один вопрос. А вы уверены в том, что вы войдете в Царство Божие? Уверены в том, что вас там радужно примут как члена Божьей семьи? Существует только один путь, чтобы попасть в Царство Божие, и о нем нам напоминает апостол Павел. Сегодня, во время нашей лекции, мы обратимся к этой теме. Пожалуйста, возьмите Библию и откройте послание к Римлянам 8 главу. О чем же нам говорит данная глава? Итак, это глава, основа основ, фундамент для нашей веры. Поэтому нам необходимо тщательно проанализировать, что написано в этой главе, дабы быть уверенными в том, что мы станем частью Божьего Царства. Итак, как мы сможем узнать, что полностью принадлежим Богу, что у нас есть твердая уверенность в том, что когда мы покинем этот мир, у нас будет надежда на то, что в день Его славы Мессия сойдет с небес и встретится с нами в облаках? Как мы поймем, живем ли мы в этом мире в радости или в смерти? Поймите, что существует лишь один путь попасть в Царство Божие – через дела Иисуса Христа, то, что Он уже сделал для нас. Наше спасение наступило в тот момент, когда Иисус положил Свою жизнь за нас, отдал Свою жизнь за нас там, на кресте. И спасение доступно только тем, кто принял Его, поверив в жертву Иисуса. Кто принял Божью благодать, поверив. Эти люди войдут в Царство Божие. Так давайте обратимся к Писанию. Послание к Кремлянам, 8 глава, стих 1. Обратите внимание на это замечательное провозглашение, с которого начинается эта глава. Итак, первый стих. Мы видим, что Павел особенно подчеркивает слово «ныне». Итак, нет «ныне». Здесь стоит особое ударение. Что это означает? Что теперь все будет по-другому в жизни верующих, благодаря вере в Иисуса? Теперь мы в завете с Господом, Мессией. На основании этого завета Бог провозглашает. Итак, нет «ныне» никакого осуждения. Так давайте разберем значение этого слова. Что означает осуждение? Каждого ждет суд. Но те, кто в Иисусе Христе, не будут наказаны. Они не будут отвергнуты Богом. Но, как я сказал ранее, люди, которые поверили в Иисуса, будут добродушно встречены в Царстве Господнем. Мы видим разные оттенки значений понятия осуждения. Иногда оно употребляется как оценка, когда Бог оценивает поведение человека. Но также существует и другое значение, которое означает «засудить» или «вынести приговор». Я говорил об этом еще несколько недель назад, когда мы изучали вторую главу, что Бог не давал нам такой задачи судить или осуждать других. Некоторые верующие говорят, «Мы будем судить ангелов, мы будем служить Богу, мы новые творения во Христе с обновленным разумом, мы будем судить мир». Но вам необходимо понять еще один важный момент. Во второй главе послания к римлянам Павел говорит о нас, как о людях, со смертным телом. Мы не сможем судить мир, пока наше тело смертно. То местописание, которое говорит о нас, как о судьях, ангелов и мира, не имеет ничего общего с нашим смертным телом и моментом «здесь и сейчас». Там Павел говорит про нашу жизнь после смерти. Нам необходимо спрашивать себя, а соотносится ли данное местописание с нашей жизнью «здесь и сейчас», пока мы люди со смертным телом. Или все-таки речь идет о совершенно другом периоде, когда мы будем в царстве Бога, когда будем иметь новое тело. Тогда мы сможем судить мир уже в новом теле, когда мы будем полноправными членами Божьего Царства, уже находясь в этом царстве. Это совершенно другое дело. Поэтому очень важно при прочтении Библии обращать внимание на контекст. Так давайте снова прочитаем первый стих. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Здесь говорится о тех, кто уже находится в данный момент во Иисусе и в Новом Завете с Богом, покрытом Его кровью. Таким образом, если вы не находитесь в Завете с Богом, вы можете быть абсолютно уверены в том, что вас ожидает осуждение. На протяжении всей вечности вы не будете знать о Божьих благословениях, о Его обещаниях. Вы лишь познаете вечные муки. Павел акцентирует свое внимание, но тем, кто во Христе Иисусе, тем, которые во Христе Иисусе, живут не по плоти, но по духу. То есть те, кто во Иисусе, не живут по плоти. Обратите внимание, что глагол «живут» употреблен в настоящем времени. Это означает последовательное, постоянное действие. То есть мы, как верующие, должны быть последовательны и постоянно в том, чтобы не поступать по плоти. Бывает ли такое, что мы иногда сдаемся, и ошибаемся, или грешим, слушаем свою плоть, вместо того, чтобы поступать по духу. О да, такое происходит иногда, ведь мы все совершаем ошибки. Однако осуждение ждет тех, кто постоянно поступает по плоти, тех, кто не находится в отношениях завета с Иисусом, но верующие в Иисуса поступают по духу. Как у верующих в Иисусе, у нас есть это постоянство, жизнь в духе и в вере. Мы можем позволить Святому Духу вести нас, привести нас в позицию праведника Божий, и Святой Дух нам в этом поможет. Ну, а теперь перейдем к следующему стиху, стиху второму, где встречаются слова «закон духа жизни». То есть, в законе духа есть жизнь. Павел акцентирует на этом внимание. Закон духа жизни. В законе духа находится жизнь. Итак, для тех, кто в духе, поступают по воле Божией, так как дух их ведет. Закон духа жизни во Христе Иисусе. То есть, закон жизни для тех, кто искуплен, кто в Иисусе. Павел говорит, «Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня». Для Павла этот стих является особенно личным, так как употребляет личное местоимение «меня». «Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня». То есть, он имеет в виду, что он лично был освобожден. От чего именно был освобожден Павел, конечно же, от закона греха. Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Таким образом, перед нами вырисовывается определенная картина. Если мы не являемся новыми личностями во Иисусе и не были искуплены Его жертвой, кровью Агнса, если мы не находимся в завете с Ним, значит, другой закон действует внутри нас. Это означает, что если после искупления человек продолжает жить по плоти и находится под законом плоти, то грех будет доминировать над этим человеком. То есть, человек будет поступать по велению своей греховной природы. А грех, как сказано в Писании, приводит к смерти. Таким образом, мы либо поступаем по закону духа, который есть жизнь, либо мы поступаем по закону плоти, то есть греха, результат которого есть смерть. Ну а теперь перейдем к третьему стиху. «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен». Итак, в седьмой главе Павел говорит нам о том, что закон хорош, праведен и свят. Таким образом, проблема не в грехе. Кем был дан закон? А вы помните? «Закон нам был дан Богом». Господь дает нам только хорошее и совершенное. Так в чем же тогда проблема? Как закон, ослабленный плотью, был бессилен? Закон бессилен из-за того, что плоть человека бессильна сама по себе. Что мы видим далее? Очень важно. Обратите внимание на грамматические особенности данного предложения. Потому что, если мы не остановимся на этом моменте и просто быстро прочитаем, то мы не заметим одну важную деталь. Итак, перед нами причастие «ослабленный». В греческом тексте оригинала это глагол несовершенного вида, который обозначает действие в моменте, но не продолжительное действие. Как мы можем применить это к нашему контексту? Когда глагол употребляется в несовершенном виде, это означает, что состояние объекта может измениться. Павел пишет о том, что закон не производит ничего доброго в нашей жизни. А почему? Да потому что мы были полностью под контролем нашей плоти. В нашей жизни не было ничего духовного. Поэтому закон не приносил нам добрых плодов из-за бессилия плоти. Таким образом, тем, кто не спасен, закон лишь указывает на их грех. А как мы узнаем о том, что такое вообще грех? Потому что закон говорит нам о том, что правильно, а что неправильно. То есть мы определяем правильность поступков, сверяясь с законом Божьим. Когда мы сверяем нашу жизнь с законом, мы понимаем, что мы совершенно неправильно поступаем. Мы не святые, неправедные. Мы живем во грехе, и такой была наша прошлая жизнь до Христа. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, и как же Богу удалось решить эту проблему бессилия закона. А об этом мы узнаем далее. Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной. Здесь имеется в виду, что Иисус был послан от Бога в теле обычного человека. Таким образом, когда Иисус пришел в этот мир, Он был на сто процентов Богом и на сто процентов человеком. Но вот что мы знаем, потому что Иисус есть Агнец Божий. Он Мессия. Он никогда не грешил. Его тело было таким, как у любого другого человека. Но Иисус никогда не поступал по плоти. Никогда не грешил. За всю свою жизнь Он не совершил ни одного греха. Он есть совершенный Сын Божий, праведник. Поэтому мы можем быть уверены в том, что Он сделал, и в том, что Его жертвы достаточно, чтобы спасти всех нас. Ничего не может быть сделано больше того, что сделал наш Господь Иисус. Он сказал, совершилось. Обратите внимание на вторую часть третьего стиха, где говорится о том, что Бог сделал со грехом. Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной, в жертву за грех, и осудил грех во плоти. Как же это произошло? Иисус взял на Себя вину за грехи людей. Он понес наказание за грехи. Не потому, что Он заслуживает этого. Он есть совершенный и праведный Агнец Божий. Иисус никогда не нарушал закона Божьего, даже несмотря на то, что Он был в теле человека. Он жил в этом человеческом теле. Но Иисус, хоть и был в теле человека, Он также был и Богом, никогда не нарушавшим закона. Но Он был сполна наказан как нарушитель закона. Он понес все наказание за нас. Мы не будем наказаны, так как жертва Иисуса искупила нас от вечного осуждения. так как это уже совершилось, у нас уже есть эта чудесная уверенность в Божьем спасении. На чем зиждется эта уверенность, вы знаете, на обещании Бога дать нам вечную жизнь. Это чудесная новость. Это возможно благодаря жертве Иисуса. Мы принимаем спасение по вере. Мы входим в новые отношения Завета с Богом. Этот Завет скреплен кровью Иисуса, не кровью быков или овец, но кровью Сына Божьего, который отдал свою жизнь, чтобы мы могли иметь вечную жизнь. Теперь у нас есть это обещание от Бога, и благодаря этому обещанию мы уверены в том, что не будем осуждены законом. Так давайте теперь разберем четвертый стих. Это один из самых важных стихов лично для меня. Вообще во всей Библии. Итак, четвертый стих говорит нам, чтобы оправдание закона исполнилось в нас. Обратите внимание на словосочетание оправдания закона. Если вы хорошо знакомы со Старым Заветом, вы знаете, что существует связь между законом и праведностью. Однако, с помощью закона нельзя стать праведным. Когда мы применяем закон в нашей жизни, мы начинаем видеть, насколько все люди неправедны. Но, когда закон был полностью соблюден Христом, мы видим это, например, когда Иисус проходил через проверки, устраиваемые фарисеями, они постоянно пытались поймать его на грехе, на том, что он неправильно трактует закон. Они создавали ловушки, чтобы запутать Иисуса и поймать его на слове, но у них никогда не получалось этого сделать. А почему? Вы знаете? Да потому что Иисус никогда, никогда не грешил. Если бы он совершил хотя бы один незначительный грех, он бы не был агонцем Божьим, если бы Иисус согрешил. Он бы не смог искупить нас от греха. Поэтому в 4 стихе сказано, чтобы оправдание закона исполнилось в нас. Итак, я оправдан благодаря тому, что Бог сделал для меня через Иисуса, теперь мы стали праведными. Это истина. Но здесь говорится о хождении и жизни в праведности. Праведность значит исполнение закона в соответствии с Божьим стандартом. Исполнение закона есть праведная жизнь. Так давайте переведем это буквально. Праведность. Посмотрим на этот стих еще раз, чтобы оправдание закон исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. То есть оправданы будут те, кто живут не по плоти, но по духу. Как мы можем жить не по плоти, но по духу, а это вовсе не трудно. Помните, в первом стихе Павел говорит о тех, кто в Иисусе Христе. Что он вообще имеет в виду? Он говорит об отношениях к заветам именно и только нового завета между людьми и Богом. Как мы можем получить Святого Духа благодаря новому завету, Новый Завет скреплен кровью Агнцем. Новый Завет оправдывает нас от греха и спасает от осуждения. Теперь на основании Нового Завета мы можем быть абсолютно уверенными, что в нашей жизни сейчас и вечной жизни исполнятся все обещания Бога. Это есть добрая весть. Что нам полагается сделать перед тем, как мы войдем в Царство и примем все замечательные благословения, которые Бог для нас приготовил? Изучать учения Павла. Вот как нам нужно поступать в этом мире по духу. Давайте еще раз посмотрим на четвертый стих, который объясняет нам, почему мы были спасены. Написано, чтобы оправдание закона исполнилось в нас. В каких именно нас, живущих не по плоти, но по духу? Слово «живущих» в греческом оригинале буквально означает поведение. А также есть идиома на иврите, которая обозначает процесс подчинения наших жизней закону Божьему, то есть то, как мы должны жить, живущих не по плоти, но по духу. Живущих означает и думающих. Итак, вы думаете по плоти или по духу? Сами задумайтесь над этим вопросом, пожалуйста. А плоть — это наша греховная природа, мысли которой направлены против Бога. Это наш старый человек, который был распят на кресте вместе с Иисусом для того, чтобы мы могли стать новым творением во Христе Иисусе, новой личностью во Христе Иисусе. Что, а точнее кто дает жизнь этой новой личности внутри нас? Это, конечно же, Святой Дух. Святой Дух дает нам новую жизнь, новую личность во Христе Иисусе. Так что теперь мы не ходим по плоти и не думаем по плоти, как сказал Павел в пятом стихе. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном, то есть люди, живущие по духу, их мысли духовны. Эти мысли приходят от Святого Духа. Это означает духовные мысли. И вообще, что такое духовные мысли? В Бытии первый раз упоминается Дух, там сказано, что Дух упорядочил пустоту и хаос, а вот что происходит, когда Бог приходит в нашу жизнь. Жизнь по духу, думать о духовном, это значит быть в Божьем порядке. Можем ли мы объяснить это еще более простыми словами? Конечно, можем. Думать о духовном значит думать так, как думает Бог в соответствии с Его волей, Его целями. Так давайте далее проанализируем шестой стих, в котором сказано, что помышления плотские, суть, что? Обратите внимание, тут написано, что это смерть. Очень важно понять правильно то, что здесь имеется в виду. Когда мы живем по плоти, мы думаем по плоти. Мы совершаем поступки, чтобы удовлетворить нашу плоть. И какой же нас ожидает результат? Это смерть. Все очень просто. Но мы знаем, что в Писании сказано, что Иисус был послан в этот мир не для того, чтобы осудить этот мир. будет ли он судить мир? Да, он будет его судить. Но в первый раз, когда Иисус явился, он пришел не с этой целью. Очень важно понимать контекст. Иисус не обвинитель, но когда он придет во второй раз, он придет, чтобы осудить всех тех, кто не в отношениях Завета со Христом, с Его Отцом, через Него самого. Помышления плотские, суть смерть. И далее, в шестом стихе, во второй части, сказано следующее. А помышления духовные, вот это уже, жизнь и мир. Это то, что Бог обещает людям, которые поверят в Него, жизнь, точнее, новую жизнь, жизнь, которая отражает в себе праведность Бога, и жизнь, которая является славой Божией. Это то, что нам положено иметь согласно Писанию. И каждый верующий должен провозглашать эти слова. Мы должны провозглашать это, потому что Бог не лжец. Если человек был выкуплен кровью Христа, он будет иметь другое мышление. Мышление, основанное на стандартах Бога, Божьих принципах и Его видении жизни. Ну, а теперь давайте разберем слово «мир». Божий мир ни в коей мере не зависит от наших жизненных обстоятельств в этом мире. Он зависит только лишь от одного, от того, что мы в новом завете с Богом. Божий мир приходит к нам, когда мы осознаем, что мы находимся в руках у Бога Отца и в руках Иисуса Христа, и что ни Бог Отец, ни Бог Сын, ни Бог Дух Святой никогда нас не оставят. Они будут вести нас вечно, всегда, потому что Божьи заветы также вечны, и мы находимся рядом с Богом через Иисуса Христа, нашего Искупителя, Божьего ягненка, который заплатил за наши жизни своей драгоценной кровью. Мы продолжим говорить об этой теме на следующей неделе, а пока я говорю вам шалом из Израиля. Надеемся, сегодняшнее послание было полезным для вас. Смотрите нас каждую неделю в это же время на этом же или на нашем веб-сайте loveisrael.org. Там вы также сможете больше узнать о нас, найти статьи и многочисленные лекции доктора Баруха. Все они в видео формате. Вы можете загрузить их или смотреть в режиме онлайн. До новых встреч! Пусть Господь благословит вас в нашем Мессии Иешуа, то есть в Господе Иисусе Христе. Иисусе Иисусе Продолжение следует...